Здарова народ, вы на канале Миклуха МакФлай и сегодня поговорим немножко о домах в сельской местности сейчас в период карантина стало очень модно покупать себе домик, уезжать куда-нибудь в деревню и не так давно я писал статью о том что дома дают бесплатно но огромное количество комментариев насчет того, что это все рухлеть и вывезти будет стоить гораздо дороже землю не отдают зачем вообще нужен такой дом? в общем я почитал все комментарии и решил вот что, посмотреть на Авито а сколько стоит самый дешевый дом в общем я в поиске забил следующие критерии ну где-то от 10 до 20 тысяч подумал я, вдруг есть такие дома где-нибудь в стране плюс еще, я смотрел, чтобы это был действительно дом не дача, чтобы там можно было прописаться в общем, сегодня небольшая подборка домов за 20 тысяч рублей поехали итак, первый домик совсем маленький находится он в Алтайском крае и судя по картинке очень даже неплохо выглядит давайте посмотрим, что у него внутри внутри достаточно чисто приятно печка еще стоит видно, что железку печкой уже сдали на металлолом но я думаю, что не так сложно на самом деле будет ее восстановить, эту самую печку в принципе дом интересный еще бы знать местность обитаема она или не обитаема может деревня совсем уже брошенная с другой стороны, может быть кто-то хочет жить действительно в брошенной деревне когда у тебя вообще нет никаких соседей в таком случае вот такой вариант очень даже достоин домик маленький, 25 метров зато есть 15 соток земли и судя по фотографии, которую приложил владелец место достаточно приятное есть опять же какой-то водоем переходим к следующему варианту он у нас находится в Оренбуржье это Бузулукский район я там бывал, места приятные, симпатичные это уже практически на границе с Казахстаном здесь домик уже побольше 60 метров и земли побольше 20 соток что касается самого дома здесь можно заметить вот что во-первых, есть забор если есть забор, значит ну не совсем уж прям глухомань потому что в глухоманях обычно заборы не ставят от кого огораживаться-то непонятно да, и вот если присмотреться к этой фотографии то видно, что ну, другие дома соответственно, кто-то там живет в общем, район жилой что касается дома он тоже имеет такой жилой вид да, пошарпанный да, старый да, деревенский но, судя по фотографиям там живут люди а если живут люди значит, за домом немножко ухаживают значит, в принципе небольшой косметический ремонт и можно жить или можно вообще не ремонтировать и уже даже вот в таком виде в принципе в принципе можно жить переходим к следующему домику 40 квадратных метров 20 тысяч рублей земли 4 сотки да, земли маловато это Саратовская область и давайте посмотрим как же он выглядит снаружи снаружи он выглядит точно так же как должен выглядеть дом за 20 тысяч рублей в Саратовской области да, не дать не взять что касается состояния внутри видно, что дом не жилой здесь не жили ну, лет, наверное, 10 так точно там действительно грязно но есть печка есть вот вот какая-то мебель видно, что люди просто периодически приезжают но никто ничего не прибирается соответственно, этот дом тоже можно взять просто выкинуть весь хлам оттуда прибраться побелить стены покрасить полы побелить потолок и уже можно жить уже на самом деле можно жить опять же, вопрос к тому брошенная деревня не брошенная как выезжать оттуда зимой что делать летом без магазинов без всего того к чему мы привыкли но, опять же повторюсь еще раз может быть кому-то нужен именно такой вариант когда совсем глухомань когда совсем убежать от реальности чтобы не было ни телефонов ни интернетов если такой вариант вас устраивает если вы готовы вложиться немножко поработать хотя бы руками навести порядок то, пожалуйста вот вам дом за 20 тысяч рублей переходим к следующему варианту 40 квадратных метров снова цена 20 тысяч рублей дом внешне выглядит неплохо неплохо весь заколоченный может быть он также неплохо вылет и внутри но мы, к сожалению не можем об этом знать потому что в объявлении фотографий внутренности дома у нас нет зато зато мы можем судить по фотографиям собственно прилегающего участка есть фотография огорода есть фотография двора я так понимаю и здесь какие два наблюдения ну, во-первых есть газовая труба обратите на нее внимание а если в поселке есть газ то как минимум это жилой поселок и в тех местах где есть газификация там жить точно можно и дом за 20 тысяч рублей если у тебя я так понимаю что это во дворе проходит желтая газовая труба то ее легко подключить опять же да это потребует некоторого вложения денег и скорее всего подключить газ к этому дому если он не подключен будет стоить дороже чем сам дом но, друзья дом с газом это уже это уже полноценный хороший дом и опять же на фотографиях прилегающего участка видно, что есть какой-то водоемчик рядом соответственно природа соответственно есть где порыбачить ну или хотя бы помочить ноги в общем такой вариант при условии что он внутри выглядит неплохо тоже интересный можно рассмотреть переходим к еще одному варианту этот вариант я назвал что нужно написать в объявлении чтобы ваш дом точно никто никогда не купил в принципе дом выглядит неплохо на самом деле и внутри он выглядит относительно неплохо да, вот обвалилась видно, что какая-то крыша да, это какая-то видимо пристройка но опять же обратите внимание что эта крыша она не старая там профлист это видно там новые балки и просто хозяин если он мне конечно смотрит и я извиняюсь страшно но видно что просто сделано было плохо да, это какой-то новодел который собственно сломался вероятнее всего дом в лучшем состоянии чем эта самая пристройка но опять же опять же то что человек написал в объявлении вот давайте просто посмотрим и почитаем вот-вот читаете да, вы сейчас вот это вы захотите купить такой дом мне кажется нет никогда вообще это какая-то антиреклама дома который ты вроде как хочешь продать наверное этот человек вообще не хочет продавать этот дом но его заставляет жена говорит зачем нам этот дом давай мы его продадим и он вот такой вот компромисс нашел он вроде как и на авито его выставил продавать но написал такой текст что никто никогда его не купит лично я бы такой дом не купил хотя на самом деле опять же может быть кто-то прочтет и кого-то вот это все вот то что нет остановки нет магазинов нет детских садов может быть кому-то это все кому-то это все и нужно и кто-то ищет конкретно такой дом в общем друзья подводя итог моему сегодняшнему видео что можно сказать дома за 20 тысяч в стране есть покупать их стоит или не стоит это конечно личное дело каждого если есть время если есть возможность если есть опять же денежки позволяют то можно взять поремонтировать даже если он в какой-то дичайшей глуши у вас просто будет дом в дичайшей глуши куда вы на месяц на отпуск просто уедете и не будете видеть никого и ничего и заниматься только ремонтом зачем далеко ходить у меня папа поступил точно так же он за 25 тысяч рублей купил ну практически вымирающей деревне себе дом кроме его дома на вот на той улице ну там сама деревня не вымирает а вот кусок улицы там километра два от деревни там осталось два дома один из них это дом моего отца соответственно в этом доме держали свиней свиней представляете себе да состояние дома но полгода ремонта теплый пол постелил крышу перекрыл побелил дом честно ну вот прям честное слово конфетка внутри коврики мама все застелила все красивенько они это используют как пасеку соответственно отец туда ну раз в неделю ездит иногда ночует приятно удобно да хорошо мы иногда семьей туда ездим там опять же пруд есть вот такой вариант вариант не постоянного проживания а вариант дачи где-нибудь совсем в дикой глуши мне кажется классный вариант в общем друзья пишите в комментариях хотели бы вы себе такой дом или не хотели бы вы себе дом такой какие есть плюсы и минусы у таких домов тоже интересно обсудить пишите комментарии подписывайтесь на канал Миклуха Макфлай живите в деревне как я и все будет у вас хорошо пока пока